Привет! В этом ролике речь пойдет еще раз о корпоративных заказах, однако в этот раз у нас стоит задача разрисовать 42 шлема. И есть у нас на это примерно полтора месяца. Итак, с чего же мы начнем? А начнем мы с того, что подпишем каждую коробочку и каждый шлем. И при разборке мы будем складывать запчасти от каждого шлема исключительно в свою коробочку. Далее, после того, как шлем у нас все уже разобраны и подписаны, мы приступаем к подготовке поверхности. Учитывая то, что все шлемы корпоративные и рисунок на каждом из них практически одинаков, мы разрабатываем систему трафаретов таким образом, чтобы каждый элемент был двухсоставным. Это означает, что всего лишь одним движением мы можем осуществить выборку всего трафарета. И также после использования всего лишь одним движением его удалить. Трафареты разработаны, вырезаны, подготовлены. И теперь мы приступаем к работе. В рамках такой задачи разумно использовать мануфактурный подход. Это означает, что сразу одновременно рисуется несколько шлемов. Конвейером делаем текстуру, конвейером наносим трафареты, конвейером задуваем сразу несколько копий и, как следствие, сразу получаем на выходе несколько готовых изделий. И как результат такого подхода, один художник может за четыре дня нарисовать сразу четыре шлема. И сложность у них не самая простая, как мы видим. А если работать в четыре руки, то за неделю можно рисовать около двадцати штук. Соответственно, наша серия из сорока двух копий теоретически должна уложиться более чем в две с небольшим недели. Если оценить ситуацию с запасом и заложить три, то вполне можно успеть. Но здесь нужно понимать, что аэрография это не только рисование. Здесь есть очень много технологических нюансов. Шлемы у нас разные и сама подготовка также занимает время. Плюс часть шлема была полиэтиленовая часть в тактильном лаке, что в свою очередь требует детального подхода к каждому из этих видов покрытий. И в завершении всех художественных процессов все обязательно покрывается защитным прозрачным лаком. Делаем мы это в два этапа. Наносится три слоя, потом обязательно сушка, перешкуривание и еще раз три слоя лака. Таким образом мы уходим от рельефа рисунка и неровностей после первичной лакировки. Вот так выглядят покрытые лаком шлемы и перешкуриванные перед вторичным слоем лака. На этом этапе очень удобно можно исправить какие-либо погрешности, если они есть, и внести незначительные корректировки. И уже по завершении двух циклов лакировки шлемы отправляются на полировку. Раскладываем готовые изделия по номерам, чтобы впоследствии осуществить сборку и установить на каждый из них исключительно свои внутренние составные части. Так, друзья, как вы видите, абсолютно любую задачу можно решить, и если правильно организовать рабочий процесс, то получается все очень здорово и классно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok